Единственная районная больница села Глубокое опустела. Несколько лет назад по стенам здания прошла трещина, однако люди по сей день продолжали работать и принимать пациентов. Но в любой момент здание может рухнуть. О том, куда пришлось переселить больных и в каких условиях их принимают врачи, расскажет Жанна Опызбаева. Актовый зал Акимата срочно переоборудовали в медицинский кабинет. Нужно было где-то принимать людей. Здесь пациенты проходят амбулаторное и стационарное лечение. Мужчин и женщин разместили вместе. Их отделяют лишь картонные перегородки. Какие удобства. Какие удобства, конечно. Да кругом одни неудобства для больных, особенно для старых пенсионеров. Но вы тут и девочки, и мальчики вместе лежите? Да, все вместе тут иногда, даже рядышком на одной кровати. Ну что сделаешь? Местный военкомат тоже превратился в медицинское учреждение. И все равно мест здесь катастрофически не хватает. Мы экстренно все сюда приехали, занимаемся в больных. Но условия видите сами, какие условия работаем. Ну, все больные уже привыкли. Привыкнуть людям, по их же словам, пришлось к тесноте, темноте и отсутствию элементарных условий. Да где же оно приспособлено? Посмотрите, вообще ужас по сравнению с больницей, которая была. Никаких условий. Никаких. Вот так выглядит старая больница. На стенах огромные трещины, здание может рухнуть в любую минуту. А вот так новое медучреждение. Его должны были построить еще в декабре прошлого года. Однако срок сдачи объекта затянулся из-за отсутствия финансирования. В данное время мы еще не заключили ни договора, финансирование не идет. Мы своими силами, значит, сейчас строим. До сих пор не остановили. Строительство ведется. В прошлом году проплата была, но, значит, вы сами знаете, есть здесь и ошибки проектной смертной документации. Пока чиновники устраняют ошибки и решают вопрос финансирования, пациенты продолжают лечиться в таких условиях. Жанна Опсбаева, Камбар Кирибаев, 7 канал, Восточно-Казахстанская область.